Все вооружение любезно предоставлено магазином Top Gun, а подписчики стырены с группы Strike Ball это образ жизни. Спасибо моим информационным партнерам. Всем привет и добро пожаловать в своеобразный микрообзор по механической части. Сегодня мы будем разбирать 1911, Colt 1911. Тот, кто не видел предыдущий обзор, могут смело нажать на эту ссылочку и вы обязательно туда попадете. Кстати, кто с нами остался, наверняка хотят узнать, как же его разобрать и собрать. Разумеется, полную разборку я вам показать не смогу, по одной простой причине, что этот пистолет выставлен на продажу. Поэтому, чтобы ничего не сломать, я его разбирать не буду. Даже сейчас я, совершая маленькое преступление, показываю вам разборку этого пистолета. Ну ладно, от воды переходим к делу. Первым делом, как и в реальном оружии, нам необходимо его обезвредить. Для этого мы вынимаем магазин, проверяем, есть ли у нас что-нибудь внутри и нажимаем на спуск. Скорее, я это делаю по привычке. Чем в этом существует какая-либо необходимость? С обратной стороны есть такая пупырочка, если обратите внимание, она выступает за рамку пистолета. Это ствольная задержка. Для того, чтобы нам разобрать пистолет, необходимо отжать эту пупырку, перевести затвор в среднее положение и выдавить рычаг ствольной задержки. Там есть специальный маленький бас, вы ни с чем его не перепутаете. Именно через него выдавливается этот рычажок. После чего, придерживая двумя пальцами затвор, изъять рычажок ствольной задержки. А теперь по направлению выстрела просто выдвиньте затвор. Пистолет делится у нас на две части. На рамку с ударно-спусковым механизмом и затвором, вместе с внутренним и внешним стволом. Вынимаем возвратную пружину путем отжатия ее в сторону выстрела. Она достаточно мягкая и вынимается очень просто. Затем вынимаем цилиндр возвратной пружины. Внутри мы видим цилиндр, газовую камеру, камеру хоп-апа, внутренней и внешней стволики. Для того, чтобы отделить внутренний и внешний стволик от газовой камеры, необходимо, придерживая одним пальцем саму газовую камеру, надавить на камеру хоп-апа, в сторону выстрела. Как я не пытался одновременно вытащить внутренние и внешние стволики, к сожалению, у меня этого не получилось. По всей видимости, необходимо снимать сам цилиндр с газовой камерой. Но как отделить внутренние и внешние стволики, я вам все же покажу. Для этого нам необходимо с небольшим усилием, ухватившись за камеру хоп-апа, путем отжатия в сторону правой руки, вытянуть на себя внутренний стволик. Как видите, в дальнейшем вытащить внутренний стволик не представляется возможным без изъятия цилиндра. На этом, в принципе, все. Неполная разборка для обслуживания, собственно, закончена. Далее самое сложное это собрать его обратно, потому как у нас в стволе есть уплотнительное кольцо, по всей видимости резиновое, и туда необходимо просто тупо попасть. Для этого мы снова собираем стволики вместе. Сдвигаем оба стволика, путем уверенного нажатия слегка под углом в сторону выстрела. Совершенно небольшим усилием эти две детали становятся на место. Если у вас это очень долго не получается, обратите внимание, правильно ли идет у вас внутренний стволик и не упирается ли он в уплотнительное кольцо. Как видите, с небольшим напрягом у меня это все-таки получилось. А теперь элементарно обратными действиями собираем пистолет. Двигаем камеру хоп-апа и цилиндр. Кстати, обратите внимание, именно здесь находится рычажок для регулировки хоп-апа. Пожалуй, только с помощью инструмента можно его отрегулировать. Что не особо, то и удобно. Ставим обратно цилиндр возвратной пружины, соблюдая все пазы. Саму пружинку натягиваем на направляющую возвратной пружины. Своё законное место занимает затвор. Придерживая его одним пальцем, ставим обратно ствольную задержку. Осталось только проверить на работоспособность. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если это было кому-то полезно, оцените, пожалуйста, его или оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на канал и смотрите предыдущие видео. Всем спасибо, пока! Субтитры подогнал «Симон»!